на ремонте вот такая стиральная машинка. это индозит. модель IWSC 5085. поломка. телепавица. барабан. это значит телепавица вместе со шкивом. это значит что проблемы с крестовиной нет. откручиваем сзади два винтика. сдвигаем и можно открыть крышку. смотрим что это уже не родные винты. это значит что она уже распиливалась. не разборной бак. но он уже распиливался и посажен на какой-то такой. честно говоря даже не знаю что это за клей. очень жесткий не герметик. какой-то специальный клей. не могу сказать какой. очень твердый. это плохо. потому что получается практически распиливать. но он уже распилен и посажен на винты. по какой причине второй раз вышел из строя. скорее всего плохой сальник был. подшипники снова вышли из строя. разбираем полностью. разбирается. вытаскивается он через верх. поэтому передняя панель вот это она здесь не разбирается. она приварена. поэтому что мы делаем снимаем мухту снимаем наливной бак снимаем утяжелитель снимаем присостат. откручиваем снизу шланги. трубки которые идут к помпе. провода отсоединяем. и все. и поднимаем вверх. будем располовинивать. даже не знаю как это сделать. в том смысле что очень крепко я надеялся что можно будет просто герметик разрезать и все. а тут все серьезней. придется как бы повторно пилить что ли. в общем не знаю даже что с этим делать. буду и так все аккуратненько отсоединилась. чтобы снять вот этот контейнер для порошка. тут надо два винтика здесь. тут винтики были. снимаем сначала отсюда. оно просто выходит и туда в бок снимаем. и теперь нужно еще будет снять и те клапана для воды. сзади тут откручиваем винтик откручиваем и снимаем. потому что при подъеме оно будет упираться. ну в принципе вот эту штуку скорее всего сетевой конденсатор скорее всего снимать не надо. ну а муфту снимаем. для того чтобы муфту снять отверточкой поддеваем здесь пружинку. и вытаскиваем этот так называемый хомут. и теперь вот так вот вместе с хомутом его и снимем. и скорее всего вместе с ним будем вынимать и отсоединять не будем. здесь правда нарисовалась еще и дырка в муфте. свяжусь с хозяином. скажу что есть проблема. нужно менять или нет. в принципе нужно но хозяин может отказаться. оно вверху не течет. он может не знал о том что есть такая проблема. если его не смущает. ну все от хозяина зависит. собственно все сверху я уже все отсоединил. присостав просто в бок сюда откинул. теперь отсоединяю снизу амортизаторы. там просто болты на 10 открутить. и провода вот электродвигателя. и можно будет наверх вынимать уже на бок. прямо так руками возьму и выну. но для этого нужно амортизаторы снять. а здесь пружинки на крючках здесь вытаскиваются. сейчас переверну на бок и откручу. ну что же шланг я вот так отсоединил. тут проще всего потому что там хомут на винтике. открутил сразу электродвигатель чтобы легче было поднимать. оценил от электродвигателя фишку и еще провода отсоединил от тэна. ну собственно все. теперь его ничего не держит. ну и конечно открутил от амортизатора. теперь он уже ни за что не держится. и все. сейчас переверну снова и буду вверх поднимать. это нелегкая задача. я разрезал. разрезал обыкновенным строительным ножом. почему ножом? потому что у меня здесь уже было когда-то разрезано. потом склеено. причем склеено. но вот у меня вопрос к вам посоветуйте мне или подскажите что это такое. чем было склеено. то есть что-то такое очень плотное. по структуре я не знаю как как твердая оконная замазка. ну такая как почти как пластик. конечно же не силикон. белого цвета изначально был. но застыл насмерть так что очень твердый. еле прорезал. не знаю что это. какой-то специальный клей. ну кстати подскажите может ли это был быть например клей жидкие гвозди. если он высох он бы внутри остался. или жидкие гвозди бы растворились. или если он застыл то уже насмерть. вот это честно говоря ну как вариант это жидкие гвозди. напишите мне в комментариях. потому что я честно говоря растерялся. я ставлю на полиуретарий новый герметик. считаю его достаточно крепким липким. очень хорошая адгезия у него. что это я честно говоря не знаю. а под крепкости он такой крепкий достаточно. может быть как вариант жидкая гвозди. значит я разрезал располовинил. накрутил сюда назад болт. снял шкив. потом снова закрутил и стукнул. полностью закрутил до конца и стукнул молотком. потому что стучать сюда молотком нельзя. нужно только или через алюминиевую там медную проставку. или я закрутил. стукнул и он туда провалился. ну и все. теперь выбиваем. этот проводился. выбивать буду выколоткой. с той стороны. бить нельзя. нужно ставить на проставку. берем какую-нибудь трубку. по диаметру подходящую. я вот так вот ставлю. и с той стороной бью. чтобы обезопасить. чтобы не сломать пластик. неизвестно насколько сильно нужно будет бить. а если я вот так вот поставлю. тут металлическая втулка. ставлю и стукаю. и в принципе так по подшипнику. и подшипник выйдет. сначала маленький. а потом в обратную сторону точно так же проставлю. наверное на эту трубу поставлю. и выбью больший подшипник вместе с подшипником. какой подшипник я не знаю. ну вот когда выбью посмотрю почему потекло. посмотрю какой производитель подшипника. итак я продолжаю собирать стиральную машинку. и хочу вам показать что можно сделать если ситуация не очень хорошая. смотрите я тут так оказалось что уже ремонтировался. я вам показывал что просто на шурупы взято. и на жидкие гвозди просто. но проблема не в этом. были поставлены обыкновенные там китайские и харьковские подшипники самые дешевые что есть в магазине. почему он проблемный. почему так поступили. потому что собственно не было возможно не было смысла ремонтировать. потому что здесь прослаблен вал под подшипник. вот я ставил новый подшипник. он проваливается и здесь вот так телепается. сама крестовина целая. с хозяевами было принято решение. но я сообщил об этом. здесь в принципе натягивается нормально. вот этот верхний. здесь 202 и 203 подшипник. здесь нормально. просто со свистом и вот здесь вот телепается. конечно же это повлияет на работу. менять крестовину хозяева не согласны. это будет дорого. есть ли возможность что-то сделать. я вам сейчас начну рассказывать. а вы не спешите возмущаться. потому что на самом деле если вы не знаете что существует такой метод. как специальный герметик фирменный ваксиал. специальный герметик вал втулка. если зазоры не такие большие. до 0,5 миллиметра на сторону. то есть даже если миллиметр уже выработан. то в принципе эти герметики очень хорошо держат. вплоть до того что мы ставили такой герметик на подшипники. на втулки карданов на грузовой автомобиль. то есть и больше этот кардан не беспокоил. вот настолько он крепкий. настолько хорошо держит. даже лучше чем если бы просто в паз. потому что он еще и клеится. он застывает когда попадает в зазор между подшипниками. между двумя металлами. держит очень капитально. поэтому если вы не в курсе. не говорите о том что там колхоз или не колхоз. в таком случае повышайте образование. но я вам говорю что это фирменное специальное средство. дальше здесь не очень в хорошем состоянии втулка под сальник. это тоже проблема. здесь стоит сальник 40 на 22. и потом следующая цифра 10 дроп 11. шириной 10. а потом еще и хоботок типа пыльника 1 миллиметр. я решил пойти другим путем. в тех местах там борозды. заказал тоже специальный подшипник для стиральных машин. но он 40 на 22. 8 с половиной двухбортовый. у него пружинка с обжимной резинкой с двух сторон. и он 8 с половиной. то есть он попадет не в те канавки. и будет держать двумя пружинками. не одной а двумя. и в других местах. поэтому я решил пойти по этому пути. только нужно рассчитать так, чтобы вставить так. получается у стандартного первый борт стоит пружинка немножко дальше от этого края. а этот прямо почти под краем. и этот почти под краем. а там немножко выдвинуто. поэтому если я поставлю на место. то получается борт будет немножко сюда сдвинут. в сторону ближе к подшипнику. то есть в принципе это решит проблему и втулки. если она не насмерть изношена. а в двух местах есть выработка от сальника. ну вот такая ситуация. и это тоже хороший вариант. такой вариант существует. поэтому что мы делаем. прослаблен только вам. места посадочные под подшипники не прослаблены. наружная сторона. поэтому мы сейчас забиваем этот подшипник. старый сверху поставлю и забью. забиваем тот подшипник. и когда буду вставлять. я здесь обезжирить. зачистить поверхность. обезжирить. и как же поступить. сальник. 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 сальник хотя и будет со смазкой. но он большего диаметра. и вал сюда хорошо пройдет. обезжириваем здесь внутреннюю часть. обезжириваем вал. и наносим герметик на вал. и наносим герметик вот этот. вот этот специальный. это фиксатор вал втулка. есть фиксаторы резьбовые. не подходит сюда. это специальный фиксатор вал втулка. у разных фирм. это крутая фирма. не рекрамм. просто я говорю что я ставлю не на хорошее средство. но если у вас такая проблема. как из нее выйти. я вам просто подсказываю что существует такой способ. причем я не просто его ставлю и тулю людям. я позвонил. объяснил ситуацию. люди готовы сделать именно так. потому что крестовину они не готовы. финансово не готовы. ну вот такая ситуация. сейчас забиваю. ставлю. как ставить на фиксатор я вам объяснил. просто намазываете обе стороны. вставляете. и вот что еще нужно сделать. нужно поставить вот в таком положении. чтобы не перекашивалась. чтобы он занял там положение среднее. он не застынет пока не попадет в зазор. пока туда не. если вы просто на металл нанесете. он никогда так и не застынет. он анаэробный. застывает только когда попадает в зазор между двумя металлами. то что вылезло из зазора. так никогда и не застынет. вот здесь вот если капелька соберется снаружи. она так никогда и вообще никогда не застынет. ну вот такая ситуация. если у вас подобная проблема. или например у вас разбился вот здесь посадочное место. если на сторону миллиметра. то вы можете таким же самым путем пойти. смазали здесь фиксатором. смазали здесь. вставили. оставили на сутки. и он застывает настолько насмерть. что потом выбить. будет проблематично. вот с этим проблема. потом уже поменять еще раз. подшипник будет сложнее. чем вот если фиксатора нет. ну вот собственно все. сейчас буду потихонечку вставлять подшипники. сальник. и решать вопросы. ну что же. я склеил уже бак. уже собираю. здесь все правда не собрал. это тот самый индезит IWSC 5085. значит что было сделано. я поставил на полиуретановый герметик. он очень хорош. поставил нам где возможно на винты. но так как там уже миллион дырок есть. в дырке которые от шурупов. шурупы назад поставил. для того чтобы сами шурупы закрывали дырочку. которая уже есть. ну а там где было возможно я немножко расширил отверстие. для того чтобы винты поставить. что значит там где возможно. ну вот допустим здесь гаечку есть возможность поставить. были отверстия прямо близко к корпусу. гаечка не станет. поэтому там где не станет. там стоит шуруп. а где просверлено нормально. на каком-то расстоянии от корпуса. чуть чуть выше чем низ. чтобы можно было гаечку поставить. там поставил винты. заклеил поставил. сейчас что я еще сделал. ну я таким образом поставил латку. склеил. здесь была дырка такая разорванная по всей длине. где была возможность склеил. ну и плюс еще поставил латку из такой же муфты. только есть у меня такая от которой я латки отрезаю. заклеил. ставлю на крутой цианокрилатный клей. есть у меня виртовский цианокрилат. он очень хорошо склеивает. просто держаться будет сто процентов. даже тут был порыв сантиметров восемь. и люди не знали что он есть. оно не текло вверху. поэтому не мешало им. тем более склеено мешать не будет. ну собственно и все. сейчас я уже залил воду. еще не включал. но залил воду. посмотрел. нигде не течет. и сейчас до конца соберу. буду включать. проверять все ли функции работают. ну вот как то так. а сейчас продолжаю собирать. в обратной последовательности. так что повторяйте. на самом деле все возможно. вы помните да. я поставил на герметик. один из подшипников. стоит хорошо. схватился. теперь никакого биения. и в принципе его быть не может. пока все нормально с садиком. ну в общем то сам ремонт произведен. поэтому подписывайтесь на канал. мне приятно если вы подпишитесь. вам не сложно. для меня это важно. ну и также хочу пожелать вам мира. увидимся на канале.